Казахстан Начало лета, а значит пришла пора отправляться на рыбалку. В один из выходных дней наша небольшая компания, вооружившись удочками и всякими разными рыболовными снастями, решила отправиться на рыбалку в Прибалхашье. На этот раз объектом для своего рыболовно-спортивного промысла мы выбрали самого крупного хищника, обитающего в водоемах Казахстана. Мало кто может похвастаться пойманным гигантским трофеем в виде 100-килограммового сома. Мы решили испытать судьбу и проверить свои возможности и навыки в этом деле. Сом – самый крупный пресноводный хищник, обитает он в омутах и закламленных речных ямах, может достигать весом до 300 килограммов. Такие гиганты, считают ученые, обычно имеют возраст 80-100 лет. Правда, не слышно что-то, чтобы кому-нибудь из рыболовов так повезло. Чаще попадаются сомы весом в 10-20 килограммов. По своим внешним признакам, сом легко отличается от всех других рыб. У него огромная тупая голова, большая пасть, от которой отходят два больших уса, и черные усики на подворотке. Усы являются своеобразными щупальцами, при помощи которых сом отыскивает пищу даже в темноте. И что удивительно, при таких больших габаритах – очень маленькие глаза. Хвост длинный и мало похож на рыбий. Путь к месту рыбалки не близкий. Место мы выбрали заранее. Это разливы рек Аксу или Псы. Здесь, на территории 25 тысячах гектаров, находится охотничье хозяйство Кораксу. Заранее обратившись к руководству хозяйства, мы выдвинулись в путь. Ну вот мы в пути. Уже полтора часа. Совсем немного осталось до Талдоптюгана. Дальше мы будем пробираться в Припалкашья. И едем мы туда сегодня специально для того, чтобы половить сомат. По предварительным расчетам, 420 километров дороги мы должны преодолеть примерно за 6 часов. Но зная о строительстве новой дороги, мы предположили, что в машине нам придется провести на 2 часа больше. Проехав Копчегай и еще полсотни километров, за окном степь резко начала менять свой цвет. На горизонте появились ярко-красные покрывала. Цветущие маки были повсюду. Маг занимает особое место в балканской и славянской мифоритуальных традициях. У большинства народов этот цветок связывался с символикой сна и смерти. В мифологии греков маг – атрибут гипноса, бога сна и нюкты, персонифицированной ночи. Он же был одним из символов Деметры, богини земледелия, одной из прозвищ которой звучит как Мекона – Маковая. Благодаря своей чрезвычайной плодовитости этот цветок в фольклорных преданиях и ритуалах нередко ассоциировался с плодоротием. В то же время этот атрибут намекает на связь богини с миром мертвых. Она – олицетворение матери земли, порождающей все живое и принимающей в себя умерших. Мак – мать Парсифоны, владычицы подземного мира. У римлян считалось, что маг посвящен Церерии, поскольку он растет среди злаков. В более поздних легендах маг нередко ассоциируется с невинно пролитой кровью. Распространяется поверье, что первые маки выросли из капель крови распятого Христа. Спустя пару часов наш боевой УАЗ проехал Талдыкурган. На развилке мы поворачиваем в сторону поселка Матай. А уже на закате съезжаем с асфальта и по грунтовке продвигаемся на кордон охотничьего хозяйства. Разливы затопили подъезды к базе. Приходится искать объезд и прокладывать новую дорогу. Степь наполнена запахами цветущей джигиды. На базе нас встречает директор хозяйства Виктор Малеев. Размещаемся в гостевом домике. Утром нам предстоит отправиться на рыбалку. Светает рано. С рассветом выходим, чтобы осмотреться. Рыбалка – это всего лишь повод для того, чтобы выбраться на природу. Красота дикой природы – это просто неописуемо и словами ее не передать. Весеннее полноводие затопило значительную часть суши. В этом краю каждую весну образовываются новые маленькие озера и протоки. Это проделки рек Каратал, Липсы и Аксу. Каратал является вторым по объему стока воды и по хозяйственному значению притоком озера Балхаш после реки Или, обеспечивая порядка 20% речного стока в озеро и около 10-12% его ежегодного объема. Устья всех пяти протоков дельты Каратала окружены мокрыми камышами и суши недоступны. Дельта Каратала в начале 20 века была очень обширна – до 250 квадратных километров. Но только половина этой земли была пригодна для хлебопашества. Другая часть ее была и остается занята камышами и песками. Луговых мест по нижнему течению реки мало, подножный корм составляет все те же камыш и асока. На правой стороне старого Каратала в 20 километрах выше Устья между песчаными буграми находятся соляные озера, называемые Каратаген, из которых казахи ранее ежегодно добывали несколько десятков тысяч пудов соли. Соль из этого региона считалась лучшей во всем Семеречье. Отъехав буквально километр от базы хозяйства, мы упираемся в первый брод. Подъезд к озеру затоплен. Прежде чем штурмовать его на машине, проверяем глубину пешком. Прошли пешком, посмотрели. Глубина не сильно большая, примерно по колено. Ты готов преодолеть этот брод? Конечно. Да, готов. Добравшись до озера, первым делом снаряжаем наши рыбацкие снасти и обследуем озеро на лодке. Главное не забыть весла. Сейчас мы обследуем это озеро. Я проплыл буквально все здесь и посмотрел глубину. Получается левая часть озера, южная часть мелкая. А вот на том месте, где сейчас я нахожусь, глубина довольно приличная. Дно озера густо поросло водорослями. Поэтому использовать донные снасти не очень удобно. А на поплавочную, как правило, хорошего улова не жди. Снаряжаем снасть резинку. Подобного рода снасть обеспечивает удобный заброс и оберегает от зацепов, так как крючки с наживкой не ложатся на самое дно. Не так давно в магазине рыболовных снастей мы приобрели вот эти вот японские крючки. Очень качественные, очень острые, цепкие. То есть, если вот попробовать на коже, сразу крючок цепляется. Это означает то, что если рыба заглотит крючок, то непременно возьмет его. Продеваем в него поводочек, нашу нить. Вот так вот берем и обматываем. Обматываем 5-8 раз. Обмотали. 8 раз обмотали. Теперь поводок остается, который мы его обратно продеваем в ушко. Просто продеваем. Лишний кусочек, который остался, можно его обжечь, чтобы веревка не пушилась. Можно откусить, обрезать ножницами, кому как угодно. Довольно плотный узел, безузелковый метод. Очень практичный, простой, легкий. Наш разговор прервал звук сигнального колокольчика. Вот и первый результат. Нам предстоит разделиться. Одна группа останется на берегу озера. А мы с Евгением отправимся на реку. Река небольшая. В ширину всего несколько метров. Но вот глубина впечатляющая. В определенных местах достигает 4-5 метров. Берега густо поросли камышом. И подойти к воде с берега просто невозможно. В этом случае мы не будем пользоваться удилищами. Их роль сыграет камыш. Вот так вот мы обвязываем вокруг камыша веревку. Несколько раз обматываем. Если сом плюнет, чтобы не оборвал. Снасть довольно простая. На поводок длиною 1,5-2 метра навязывается крюк. И в принципе все. Для ловли сома мы решили использовать в качестве приманки карася. В это время года сом ведет активный образ жизни. Он покидает зимовальные ямы и проникает в реки. В ночное время сом активно охотится. В его рацион входит мелкая рыба, лягушки и даже водоплавающие птицы. Пока мы выставляли крючки, раздался треск камыша. Первый уже сработал. Ну вот только что у нас была хорошая поклевка. Когда сом взял наживку и начал резко тянуть. Завел под вот этот вот мост. Видите, стоял на леске с крючком. Нам пришлось дополнительный крючок его просовывать, чтобы вытащить. Завел в коряги. Ну, минут 20 посопротивлялся. Все-таки общими усилиями нам удалось его вытянуть. Вот так. Закат окрасил небо в красный цвет. Нам пора возвращаться в гостевой домик. Вечером мы решили приготовить из пойманного сома замечательное блюдо коктал. И устанавливаем непосредственно на костер. Утром мы вновь отправились на реку, чтобы проверить наши снасти. Как выяснилось, из 10 сработало 5. Ребята, рыбачившие на озере, рассказали, что у них был просто замечательный клев. За пару часов им удалось наловить десятка-два сазанов. Рыбалка была довольно позитивная. Море эмоций. Хороший улов. Хорошее место. Причем нетронутая природа везде, кроме домика гостевого возле Игрен. Ну и, естественно, там существует инфраструктура. Два дня пролетели незаметно. И нам пора возвращаться назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова